Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, для нас это большая честь рассказать вам немного о нашем программном обеспечении. Здесь представлен коллектив, который над этим работал. Какая из стрелочек работает? Правая, не работает. А, поняла, поняла. А, поняла. И самое главное, что тогда было сделано, это расчет стандартизованных показателей. Но в следующий вех, и не обязательно 2002 год, где-то приблизительно в это время, ДОС-версия программы была переведена под Windows. Это потребовало конвертации уже существующих баз данных. И все последующие годы мы модифицировали нашу программу, основываясь на приказах, распоряжениях и пожеланиях наших пользователей. Так, не освоить пока. На этой карте представлены наши пользователи. От, наверное, Мурманска до Краснодара и от Магадана до Калининграда. Мы благодарны и пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех наших пользователей, потому что общение с вами способствовало улучшению нашей программы. Популяционный раковый регистр является составной частью нашего программного комплекса. Но в рамках данного сообщения, наверное, наиболее важно, что он связан с госпитальным раковым регистром и с программой расчета показателей выживаемости. Решаемые задачи. Но не знаю, нужно ли здесь так подробно об этом говорить, потому что очень много говорилось о требованиях, предъявляемых к регистрам. Но прежде всего это, конечно, введение базы данных заболевших с введением данных об умерших. Это пожизненное диспансерное наблюдение, это наличие мощной поисковой системы, наличие возможности формировать не только отчеты, которые требуют формы 35 и формы 7, но и отчеты и деятельность онкослужбы, различные аналитические отчеты и, конечно, расчет стандартизованных показателей. Это поддержка справочников, это, как вот говорилось в предыдущем докладе, наличие экспорта, причем как самой базы данных, удовлетворяющей любому запросу, так и экспорт обезличенной, деперсонифицированной базы данных. И, что очень важно, возможность экспорта данных в федеральный раковый регистр. Как можно это делать? Либо в формате самой базы данных, либо в виде текстовых файлов. Можно всю базу данных экспортировать в виде текстового файла, можно сформировать файл для расчета показателей выживаемости. И у нас есть специальная опция формирования файла для экспорта в МАИР. Ну и, значит, импорт, естественно, баз данных. Программа наша настраивается на конкретного пользователя. Обязательно мы рекомендуем резервное копирование и восстановление базы данных. И, естественно, нам приходится заниматься конвертацией баз данных другой структуры. Потому что к нам присоединяются пользователи, у которых были свои регистры со своей структурой. И для того, чтобы их данные не были потеряны, мы осуществляем конвертацию. Источники данных, как уже говорилось, бумажные носители, то есть это регистрационная карта больного, свидетельство о смерти, ну или в любом другом формате информация об умерших. Это электронный экспорт данных из госпитального ракового регистра и возможность импорта данных. Мы здесь обозначили это как районный регистр. Это могут быть, например, районы Санкт-Петербурга, это могут быть районы какой-то области и так далее. Структура базы данных, не буду останавливаться, она стандартная, такая же, как в московском регистре, в точном соответствии с регистрационной картой ПЦН, диагноз и различные виды лечения. Внешний вид карты, я, может быть, так пролистну экраны. Здесь, наверное, никакой дополнительной информации интересной нету, но иногда она появляется. Например, вот совсем недавно нам пришлось ввести два вида лечебных учреждений, осуществляющих диспансерное наблюдение. То есть, например, для того же онкоотделения, предположим, Московского района, важно получить отчеты по своему онкоотделению и по составляющим. Например, в Московском районе там есть четыре поликлиники. И оказывается, это очень нужно и для других наших территорий, поэтому пришлось такое небольшое изменение сделать. Это то, что касается пациента, это то, что касается диагноза. Но здесь тоже нет ничего такого, о чем бы надо было специально останавливаться. Значит, если, естественно, более одного диагноза, то можно перевести, сделать активным любой диагноз и посмотреть характеристику диагноза и какое было проведено лечение. Это диспансерное, а нет, это уточнение диагноза, история обращения. И сюда мы хотим в перспективе добавить информацию, требуемую сейчас, о чем говорилось в первый день 22 числа, о маршрутизации больных. Видите, здесь у нас есть дата появления первых признаков заболевания, дата первого обращения, лечебное учреждение. Мы немножко расширим эту систему для того, чтобы могли импортировать эти данные. Здесь показано, что информация выбирается из справочников, есть контекстный поиск, можно по первым буквам, можно по части слова. Здесь общая характеристика лечения. Для примера, по-моему, мы привели химиотерапевтическую часть, но это все стандартно, поэтому, наверное, все вам здесь известно. Это диспансерное наблюдение, когда назначено, когда явился медицинское учреждение, врач и состояние опухолевого процесса. Состояние на конец года, которое информация может переноситься сюда со свидетельства о смерти или вводиться здесь и переводиться на закладку свидетельства о смерти. Большое внимание мы придаем, естественно, контролю за вводом данных. Самый основной вопрос, который всех беспокоит, это наличие дубликатов. Немножко расскажу попозже, как мы пытаемся решить эту проблему. Данные, которые могут вводиться из справочников, вводятся только из справочника. Обязательность ввода основных данных, оценка хронологии событий, тоже об этом говорилось, дата рождения, дата установления диагноза, дата лечения, дата смерти и так далее. Это логическое заполнение данных. Естественно, если нет первично-множественной опухоли, то никакие данные с этим связанным не вводятся. Разделение кодов на залоги для мужчин и для женщин с соответствующими сообщениями. В соответствии характерного образования коду диагноза, там будет пример. Характеристика лечебного эффекта, естественно, только для больных, которые завершили радикальное лечение. Дата обнаружения рецидива, метастаза, локализации и так далее, только если соответствующая информация указана в характеристике лечебного эффекта. Ну и каждому больному ставится в соответствии идентификатор, который позволяет работать с базой данных при отсутствии персональных данных. В конец зала. В конец зала. А, в конец зала. Ну, какая-то беда. Ну, вот здесь пример соответствия. Идет предупреждение, что морфологический тип относится обычно к данному диагнозу. Здесь введен диагноз, видимо, рак яичников, а выбран морфологический тип опухоли. И вопросы, исправить, не исправить. Ой, назад теперь. Есть у нас специальный режим тестирования базы данных. Вот мы взяли какую-то обезличенную базу данных. Вы видите здесь время. На все операции, естественно, ведется лог. Вот эти циферки 2, 1, там 7 и 3. Это замена фамилии, имени, отчества. Дата рождения здесь приведена. И вот на очень старых данных, относящихся где-то к 2000 году, 2001 году, видите, есть ряд ошибок. А когда мы взяли базу за 2013-2015 год, видите, практически все данные введены правильно. Нам самим было это очень приятно, и мы были тоже приятно удивлены. Это очень важная опция нашего программного обеспечения, которая позволяет избежать ошибок при формировании отчетов. Как мы пытаемся избежать ввод дубликатов? Значит, есть возможность. У нас при вводе каждого нового пациента появляется такое окно. В принципе, все данные могут быть заполнены, и нажаты окей, и тогда будет образована новая карта, где уже все эти данные будут видны. Но можно, например, поступить иначе. Если вот такая же ситуация, как только что нам говорили, то есть очень распространенные, ну типа Иванова Мария Ивановна. Да, возьмем такой типично русский пример. Мария, может писаться Мария Мария. Могут быть ошибки везде. Можно, предположим, ввести там Иванова Ивановна и, предположим, тата рождения, там 1 января, там 24-го года. И тогда, вот здесь внизу показано, будут высвечены все записи, удовлетворяющие этому условию. И если это, предположим, ну, возможно увидеть, тот ли это пациент или другой, то можно принять соответствующее решение. Есть небольшая цветовая подсветка, вот для учтенных посмертно, те, кто были взяты на учет и умерли, и живые. То есть как-то немножко облегчается работа. Но это чисто вот такой визуальный контроль. Очень удобно пользоваться этим при сверке для обнаружения дубликатов. Есть у нас и объединение записей, если дубликаты найдены. Это, конечно, не тот замечательный метод, о котором мы только что слышали и очень благодарны о том, что мы узнали об этом. Попытаемся освоить, может быть, даже сумеем и внедрить. Но мы это делаем вручную. То есть, найдя дублирующие записи, мы выбираем запись, в которую будем проводить объединение, и одну или несколько записей, из которых будем проводить. Это все определяется вручную. И дальше мы можем просматривать отличающиеся поля и принимать решения. То ли мы будем все переносить, то ли будем только какую-то информацию частично. Но это больше, так скажем, ручной экспертный метод. У нас очень много отчетов. Помимо того, что вот эта форма государственной отчетности, это и требуемые документы. Но помимо того, что вот о чем говорилось ранее, у нас есть еще аналитическая карта активно выявленного больного и анализ обстоятельств выявления злокачественного образования. И выписка из медицинской карты. Отчеты здесь так проведены избранно, аналитические. Там будет возможность их посмотреть более подробно. У нас мощная поисковая система. Мы очень гордимся этой системой, потому что она позволяет решать, давать ответы на многие вопросы, которые поступают нашим пользователям из вышестоящих организаций. Причем, что очень удобно, если нашим пользователям сложно бывает сделать такой запрос, то мы его можем сделать у себя и послать по почте. Система предусматривает как экспорт наших запросов, так и их импорт системы пользователей. Мы можем выбрать поля. Значит, отчет, запрос может сопровождаться либо количественными данными, было-то столько-то записей, либо списочными формами. Очень широко используются списочные формы. Можно выбрать поля, которые будут выведены. Ну, вот здесь приведен пример полей. И само условие отбора, оно очень естественное. Предположим, здесь рассматриваются снятые по базилиоме диагнозы. Вы видите дату установления диагноза в требуемом диапазоне этот год. Состояние на конец года снят по базилиоме. И дальше можно получить список таких больных. Да. Ой. Здесь показано, как идет выбор. Очень удобно. Можно либо по названию, либо по коду. Выбирается, что вам надо. Там снят по базилиоме. Код 5 мы не знаем, но знаем, что снят по базилиоме. Дальше логическая операция. И, или, или. Но тут уж надо знать, что небольшие знания по математике, что то, что объединено, или, должно браться в скобках, для того, чтобы это логически правильно работало. Но здесь все просто. Здесь и. Здесь вот диапазон. 2014 год у нас. И диагноз, и запрос позволяет получить вот такой список, который, значит, все наши отчеты, и в том числе списочные формы, можно представлять в Excel, что очень удобно для дальнейшей работы. Здесь можно проводить любую сортировку, то есть можно узнать, например, сколько было больных вот с каждым из этих диагнозов, с нулем, с восьмеркой на конце. Ну, и по другим полям так же. Форма государственной отчетности. Казалось бы, все просто, да? Есть 3 35, 1 7. Но вот наши пользователи просят нас оставить еще старые формы, 35 и 7, и те вкладыши, которые были. То есть те новые формы, которые сейчас используются, они дают недостаточной информации, поэтому мы вынуждены хранить всю историю. То есть вот здесь и старые формы, здесь и его целевые показатели. Вы помните эту программу «Онкологию» 2011-2013 года. Все это мы у себя оставляем, потому что это находит практическое применение. Дальше отчеты. Все формы государственной отчетности строятся, естественно, по дате установления диагноза. Но поскольку мы вот долгое время работали с Вахтаном Михайловичем Миробишвили, то с его стороны была просьба все отчеты формировать опционально. Либо по дате взятия на учет, либо по дате установления диагноза. Поэтому есть такие две возможности. Но я не буду перечислять, все отчеты здесь, они видны. Показатели деятельности онкослужбы. Вот надо сказать, что многие из этих отчетов, ну, конечно, за исключением 35-й и 7-й формы, были созданы по просьбе наших пользователей. Пользователи и активно используются на всех территориях. Отчеты могут формироваться за любой фиксированный период, год, полугодие, квартал, месяц, за любой временной интервал с ИПО, могут по любому разделению территориальному, по федеральному округу, региону, району, по лечебному учреждению диспансерного наблюдения и по любому фильтру. То есть можно наложить фильтр, предположим, женщины старше 45 лет и так далее. Стандартизованные показатели. Не знаю, надо ли рассказывать об этом подробно, поскольку сегодня все наше утро было этому посвящено, но как факт. Значит, показатели мы рассчитываем по заболеваемости и по смертности. Исходные данные – это абсолютное значение, которое мы получаем из нашей базы данных. Мы вводим численность населения по полу и возрасту. У нас четыре возрастные шкалы. Параметры – это уровень территории от федерального округа, вы видели, до населенного пункта, диапазон локализации злокачественного образования, диапазон лет и выбор даты. Либо по дате установления диагноза, либо по дате регистрации. Стандарт у нас мировой, европейский, СИГИ. Вот так выглядит входная форма, где можно выбрать заболеваемость, либо смертность. Если заболеваемость, то либо по дате установления диагноза, либо по дате регистрации. Можно выбрать либо по всем нозологиям, либо по определенному диапазону нозологий. Можно за один год, за два, за три, за пять. Можно стандарт на сто тысяч населения, на тысячу населения. Можно ввести население, как вот в самой этой форме, так и там вот наверху показано с помощью опции меню. Импорт и экспорт. Обязательные условия, как только что мы слышали. Поэтому у нас идет импорт из госпитального ракового регистра. Экспорт у нас идет в канцерегистр. И в виде базы данных, но я об этом уже говорила. Дополнительные возможности. Можно печатать бланки вызова-извещения, регистрационные карты. Здесь показано, что можно работать со справочниками. Можно добавлять, править. Можно изменять все справочники, кроме МКБ-10 и морфологию. Можно настраивать права пользователей программы. То есть оператор Иванова может только вводить данные, оператор Петрова может формировать отчеты и так далее. Что является обязательной частью любого регистра. Так выглядит лог. То есть работа с программой, она ведется лог. В конце дня можно посмотреть. Импорт и экспорт также ведется с логами. То есть все у нас является открытым. Перспективы развития нашего регистра. Ну, это борьба, конечно, с дубликатами. Не знаю, будем ли мы добавлять СНИЛС, потому что об этом думали давно. Но эта информация не всегда известна. Хотим внести проверку по адресу, но тоже не знаем, насколько это хорошо будет работать. Контроль опечаток. Может быть, более мощные методы будем использовать. Как я говорила, уже будем включать данные о предраковом состоянии с листа маршрутизации. Будем формировать отчеты по мониторингу. Будем переходить на ТНМ-7. В госпитальном регистре мы уже перешли. В госпитальном регистре у нас есть две стадии. Одна, которая вводится врачом, и вторая, которая вычисляется по ТНМ. И есть возможность в поиске определить расхождение, ну и найти, соответственно, причину. Наверное, чего у нас не хватает, и над этим тоже надо подумать. У нас нет возможности произвольного внесения новых полей. А это должно быть в современных системах. У нас отчеты фиксированные, то есть сделанные нами. База данных открыта, то есть пользователи, в принципе, могут делать отчеты, но руками. Нет конструктора отчетов. И мы обо всем об этом думаем и попытаемся внедрить. Спасибо за внимание. Еще мне хотелось бы поблагодарить присутствующую здесь Ольгу Петровну и в ее лице канцерегистра, потому что без, так скажем, их очень внимательного отношения к нам, мы не могли бы осуществить экспорт данных в федеральный канцерегистра. И без этого, конечно, работа нашего регистра была бы неполной. Ну и, конечно, большое спасибо всем нашим пользователям, лекторам, которые нам дали новые знания, новые сведения. Все это будет способствовать улучшению нашего программного продукта. Спасибо. Вам спасибо большое. Есть ли какие-нибудь вопросы к спикеру? Вопросов нет. Хотела бы просто комментарий добавить и, возможно, обобщить. Я думаю, и мои коллеги из факультета согласятся, что это был пример очень хорошей работы еще программного продукта для регистрации онкологических заболеваний. для регистра мы узнали основные задачи, основные требования к программному обеспечению канцер-регистра. Все начинается с ввода данных, и мы увидели, что очень важно делать проверки качества, проверки ввода данных. Должна быть обязательно анонтификация об ошибках, она должна быть автоматически, чтобы не заводили женщинам рак простаты. И еще момент, что мы видели, вот такие предупреждения, примеры предупреждений, это замечательно. Например, если вдруг комбинация странная локализации рака, которая, ну, вряд ли, маловероятна, чтобы была возможность перепроверить правильность диагноза. И еще очень сложная процедура в регистре, это, конечно, линкирование. И мы видели пример линкирования или связи с Германией. Иногда бывает это трудно, определить, тут ли это лицо то же самое, или это два разных лица. Так что линкирование – это очень важно и хорошо иметь такую возможность. Хорошо бы, конечно, перейти к уникальным идентификационными номерам, которые уже введены в системе здравоохранения в больницах. Я считаю, что регистру бы тоже не помешало теперь вот ввести такие уникальные номера для лиц, которые зарегистрированы в регистре. Можно обосновываться и хорошо иметь возможность получить номер с НИЛС. Если этого номера нет, то нужно попытаться, скажем, получить адрес этого лица. Как Валентин сказал в своем примере, потому что Иванов, которые в Москве родились в один и тот же день, вполне это может быть. А вот адрес позволит различить этих двух Ивановых, которые в одном и том же городе родились в один и тот же день. И таким образом, если мы облегчим вот такую работу наших работников, то они смогут свои силы бросить на более нужные моменты. Например, рецидивы, множественные первичные опухоли и так далее. Лучше пусть они это делают, а пусть лучше автоматикой. И программа выясняет одно и то же это лицо или нет. Вчера было сказано, что перед тем, как сделать отчет, нужно проверить проверку качества данных. И вот об этом здесь упоминалось. Хорошо, когда есть такая возможность. Потому что в некоторых центрах персонал хорошо обучен, а в некоторых новички, которые еще делают много ошибок. Поэтому хорошо иметь такую возможность перед публикацией, скажем, ежегодного отчета, неплохо попытаться сделать работу над ошибками. чтобы было меньше неопределенных диагнозов. Теперь это становится возможным. И теперь можно делать любое количество исправлений перед тем, как сделать финальный отчет. И последнее. В отчетности хорошо иметь и стандартные таблицы, стандартные выходные данные, и возможность их видоизменить. Например, если нужен другой период времени рассмотреть, или другие локализации опухолей. Вот так. И порой даже трудно заранее предположить, что именно будет нужно, каким образом видоизменять придется данные. Поэтому хорошо иметь гибкую систему в этой области. Еще есть какие-нибудь комментарии?